Здравствуйте! В эфире ДПС. В студии для вас работаю я, Анастасия Бойко. Сегодня в выпуске. Смертельное ДТП. Девушка-байкер погибла. Серьезное происшествие в Куйбышеве. Без погибших не обошлось. Месяц остановок. На каких улицах обустроят новые павильоны? Серьезная дорожная авария унесла жизнь пожилого мужчины в Куйбышеве. На опасном перекрестке столкнулись «Фольксваген» и «ВАЗ-14-й модели». Мои районные коллеги работали на месте трагедии. Эту поездку Сергей Витковский запомнит надолго. В полдень он вместе с братом ехал привычным маршрутом. Однако добраться до места назначения не смог. Я по главной ехал, он дорогу не уступил. То есть это все так быстро, неожиданно. И врезались, даже затормозили. Отстегнулись, вылезли через окно, потому что окно разбилось. Все, брата вытащили. Они не только остались живы, даже царапин не получили. А вот водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался до приезда медиков. Водитель ВАЗ-21014 не убедился, не заметил знаки, либо муж в усталом состоянии. Следствие все это установит. Сегодня следователи изучают записи видеорегистратора. По предварительной информации оба водителя были трезвым. К слову, перекресток Куйбышев-Северное уже давно пользуется дурной славой. За последние две недели здесь произошло три серьезных дорожных аварии. В ближайшее время комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрит вариант решения данной проблемы. По мнению автомобилистов, снизить аварийность на этом участке дороги поможет светофор или лежащий полицейский. Далее в эфире сводка дорожно-транспортных происшествий. Обская волна началась с гибели. 22-летняя девушка-байкер ехала по трассе на открытие фестиваля. В пути следования решила обогнать попутку. Выехала на встречку, но не справилась с управлением и врезалась в грузовик. От сильнейшего удара мотоцикла его хозяйка выбросила с трассы в пювет. От полученных травм девушка скончалась. Наш коллега-телеоператор Максим Гуляев чудом не погиб в аварии на улице Сибиряков-Гвардееца. В Тойота Хайс совершала разворот в обратном направлении. На записи регистратора видно, что столкновение произошло по вине водителя Хайса, не посмотревшего в зеркало заднего вида, при совершении разворота через двойную сплошную линию разметки. Въехавший сзади микроавтобусом мотоциклист пытался объехать внезапно возникшее на его пути препятствие. Но, увы, ему этого не удалось. Так рассказывают журналисты из сообщества Автоберск. В результате столкновения мотоциклист получил многочисленные переломы и тяжелейшие травмы. Сейчас он в реанимации. Не справился с управлением и погиб. Отечественная «семерка» ехала по Маслянинской трассе в сторону села Илбань. Вероятно, в пути что-то пошло не так. Машина потеряла управление и вылетела в кувет, где перевернулась. В результате владелец ВАЗа погиб на месте. У пассажира увезли в больницу с шибами и переломом гидра. В каком состоянии находился водитель, узнать уже не получится. Владелец Тойоты пытался уйти от столкновения с попуткой. Применил экстренное торможение, но с управлением в таком выражении справился. Его седан вырезался в Митсубиши Паджиро, который остановился на проспекте Мажерина, чтобы пропустить машины. В результате ДТП водители не пострадали, а вот автомобилям потребуется помощь специалистов. Передняя часть кузова Тойоты смята, у джипа небольшие царапины на правой стороне корпуса. Леди на Тойоте выезжала со второстепенной дороги на главную. Ладу Ларгус, которая ехала по Немирующей Датчинке, при этом не пропустила. Аномарка врезалась с правых бок отечественного универсала. В результате удара у Ларгуса треснуло лобовое стекло, а на кузове образовались вмятины и царапины. Тойоте также не повезло. Капот, смят, флары и бампер разбиты. ДТП в луже. Парень на восьмерке ехал по безымянной берстской дороге, которая, как говорят местные, даже на одной карте не числится и собственника не имеет. Проезжая по луже, машина попала в беду. Провалилась в огромную яму. Ну, получается, я ехал со стороны Астора по дороге, как бы. Вообще, первый раз сам не местный, то есть здесь недавно живу. Ехал по дороге, ничего не подозревал, как бы увидел на встречной, по встречной полосе, ну, машина едет, все нормально проехало, не явно ничего. Я ехал все спокойно, не превышая скорости, потому что лужа, как бы, что брызги не летели. В итоге у меня лицо автомобиля резко нырнуло в воду и почувствовался удар в переднюю часть, то есть, и все, и машина заглохла. В итоге, когда я вылез из машины, я обнаружил, что я нахожусь в яме. У меня, получается, левое колесо ушло в крыло, там поддон пробитый, потому что там видно, что потеки масла по луже пошли, и масло двигателя, получается, подвытекло. В Новосибирске обновляют остановочные пункты, устанавливают новые павильоны, платформы и парковочные карманы. Работы проводят в рамках муниципальной программы по строительству и ремонту дорог. В список уже составлен, мнения горожан учтены. Сейчас уже заменили 4 остановочных пункта на улице Есенина, Гусинобродском кладбище и улице Зеленодолинской. Предусмотрено еще 34. В Держинском, Зайльцовском и железнодорожных районах Новосибирска. Программа рассчитана до 2020 года. За это время планируют охватить все остановки города, которые нуждаются в замене. В рамках проекта установят новые остановочные павильоны, 12 заездных карманов и 22 платформы. Работы планируют завершить в конце сентября, но уже работают с опережением графика. В работе находятся у нас еще 4 места. Это трамвайные остановки улица Вертковская, Петропавловская. Замена остановочных павильонов на магазине «Чемпион» на Станиславского, 29 и на улице Блюхера, 1. Ремонт идет, дорога будет. Больше 8 миллиардов рублей в этом году потратят на ремонт и строительство дорог Новосибирской области. О том, где сейчас укладывают новое дорожное покрытие, расскажем в следующем сюжете. Работы активно ведутся и на трассах, и на подъездах к городам, и селам, и даже в небольших поселках и деревнях. В этом году построят больше 7 километров автодорог. Капитальный ремонт ждет 18 километров. Поверхностная обработка дорожного полотна коснется больше 100 километров. Контроль качества ведется ежедневно. Кроме того, что каждое муниципальное образование, выполняя работы, они привлекают тоже технический надзор. Кроме этого, мы уже третий год привлекаем, и по конкурсу у нас выигрывает наш университет путей сообщения. Их лаборатории ведут строительный контроль на автомобильных дорогах местного значения. Проводили замеры, лабораторные испытания, и, соответственно, некачественно выполненные работы просто не принимаются. Ремонтируют и дороги частного сектора Новосибирска. К началу сентября планируют обновить 91 улицу. Кому-то везет больше, и возле дома появляется асфальт, где-то обходятся щебня. Дело даже не в экономии, говорят подрядчики. Таковы технологии укладки дорожного покрытия. Песчано-щебеночное покрытие применяем, где грунтовое покрытие, где люди ходят в дозе, где, будем говорить, грязи по колено. Чтобы положить асфальт, нужно основание. Вот основание является песчано-щебеночное покрытие. А потом, через несколько лет, мы рассматриваем возможность укладки асфальта бетона. В этом году выделено 8 миллиардов 700 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог Новосибирской области. Это на 15% больше, чем в прошлом. Больше 600 миллионов потратят на планово-предупредительный ремонт. В основном, это дороги, ведущие к школам, детским садам и больницам. Внимание! Конкурс лучшего подрядчика на ремонт дороги до Толмачева разыскивает транспортное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Подрядные работы планируют выполнить на участке дороги Новосибирск-Толмачева. Начальная цена контракта почти 46 миллионов рублей, а общая протяженность объекта чуть более 2 километров. Однако объем работы, согласно документации, может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10%. Придавать дороге новый вид подрядчик сможет с момента подписания контракта, но до 20 октября этого года. Размер обеспечения исполнения договора составляет около 9 миллионов рублей. Заявки на участие в этом конкурсе можно подать до 12 августа. Шоу в небе, а перекрытие на земле. Проезд транспорта по Восточному шоссе будет ограничен 31 июля в связи с проведением авиапредставления «Крылатая победа». С 8 утра до 3 часов дня въезд на мероприятие через Восточное шоссе будет открыт только для общественного транспорта, местных жителей, а также автомобилей экстренных служб. Другим автомобилистам придется воспользоваться северным объездом. Госавтоинспекция Новосибирской области рекомендует участникам дорожного движения при посещении авиашоу в Мочище отдать предпочтение общественному транспорту и заранее планировать свои поездки. На этом все. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, присылайте записи с видеорегистраторов или мобильных телефонов на адрес электронной почты, который указан на экране. С вами была Анастасия Бойко. До скорой встречи. И не забывайте, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами.